Раф сказал, что люди будут пользоваться искусственным интеллектом или мозгом? Всюду даже имплантация, да, если нужно. Так твое отношение к этому, что это плохая вещь или хорошая? Неплохая, нехорошая. Я говорю, что это этап человеческого развития. Я не имею в виду пока что с точки зрения духовной. Человечество не знает, как вести себя, так это путь как-то привести к правильному больше поведению, по крайней мере друг по отношению к другу. Не знаю, по отношению к нашему окружению. Да, по отношению ко всем, по отношению к себе самим, по отношению к природе. Мы все будем вести себя согласно тому, что получим от культуры чипов в нашей жизни. И кто скажет к культуре чипов, как управлять нами, а не сами? То есть это как в тех ужасных фильмах, которые пугают нас? Я эти фильмы не смотрю, я действительно такого фильмы не видел, но в конечном счете, что мы делаем сегодня? Мы делаем то, что говорят какие-то люди, которые получили силой власти, нам говорят. Это что лучше? Я спрашиваю, потому что на самом деле есть большие компании, которые на самом деле диктуют нам, что думать и так далее. Но есть очень много фильмов, компьютеры и искусственный интеллект, которыми пользуются, выходят из-под власти людей и приводят таким условием. Я не знаю, это другой уровень связи между людьми, обществами, государствами, я не знаю. Но мне кажется, что в конечном счете эти интеллекты, чипизация, они захватят силу, потому что больше их нет, больших, более важных, более умных. И это будет властвовать. Можно ли спросить в отношении статьи? Мы вначале читали, он говорит, что истина в том, что не будет хорошего общества, если только в нем большинство хорошее, и так выбирают руководство. Как большинство станет хорошим? Через то, что все поймут, что со злом, которое у них есть, невозможно продолжать. Как нельзя продолжать? Из-за сознания зла они поймут. Ну, это только приводит к нам, что мы больше ненавидим других, и всегда есть эксплуатация людей, как Гитлер смог распознать эго-садистское начало, и смог прийти к тому, чтобы властвовать над другими народами. Кажется, что вообще нет пределов этому. Граница должна быть или в добре, или в зле, в двух этих направлениях, но человечество должно развиваться дальше. Ну, продолжим и посмотрим, что он говорит нам еще. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!